Оказалось, что вот есть отдельно жизнь в церкви, и в молитве, и жизнь в общине, в приходской общине. И совершенно другое, как бы, это работа вот в этой бюрократической структуре под названием Московская Патриархия. К сожалению, ни христианского духа, ни каких-то по-настоящему христианских задач перед церковной бюрократией просто православной церкви сегодня не стоит. Это типичная такая вот государственного типа бюрократия, и не более того. Добрый день, дорогие друзья, с вами я, епископ Альберт Радки, наш канал «Взгляд с небесный», и сегодня у нас очень интересный гость Сергей Чепнин. Сергей, расскажите о себе, не знаю, с какой стороны вас представить даже. Добрый день. Ну, представиться действительно довольно сложно. Наверное, как бы такое мое наиболее известное амплуа – это публицист, журналист, издатель, редактор. Ну, кроме этого, последние уже, наверное, 8 лет я занимаюсь современным христианским искусством, выставками современного христианского искусства. Ну, и, наверное, если говорить о каких-то должностях, то основная на сегодняшний день – это главный редактор «Альманах» современной христианской культуры «Дары», который выходит ежегодно с 2014 года. Вот он должен был выйти в марте, но что-то я боюсь, что в этом году, возможно, тираж мы делать не будем на бумаге, но выпустим в какой-то момент только ПДС. В электронном виде. Да, в электронном виде. Хотя мы очень любим именно бумагу, и наш «Альманах», он делается для того, чтобы его листать, рассматривать, картинки, читать тексты. Это вот не… Это такое издание, которое вот издается раз в год с намерением, что каждый читатель в течение года прочтет полностью весь номер. Это больше 200 страниц. Сергей, тема, которую я хотел предложить вам сегодня, это вот всем известная или нашумевшая даже здесь у нас декларация об учении о русском мире. Был такой документ, вы первый его подписали из российских, как я понимаю, вообще верующих православных. Очень много там докторов, профессоров подписали, и этот список растет и растет. Скажу честно, попытался подписать, вот я уже вам сказал, не получилось пока, но пошлю тогда письмом уже. Я прочитал все это учение, конечно, вот саму декларацию, и то, что сегодня… Мне, как протестанту, это очень созвучно. Я вот хочу с вами поделиться этим, что мне показалось, что вот в этой ереси больше даже погряз протестантский мир сегодня, потому что в православии хотя бы есть вот такие люди, как вы. Ну, может быть, хочется даже себя сравнить с вами, что у протестантов тоже есть такие люди. Вот, но ситуация… Непременно есть, я не сомневаюсь, что есть. Ситуация очень тяжелая. Давайте поговорим сегодня об этом учении, которое вот насаждается на государственном уровне. Мы дадим ссылочку, чтобы наши зрители потом прочитали все это. Это недолгий документ такой. Да, вы знаете, я думаю, что вот такие документы лучше читать, их важно читать, потому что, когда ты смотришь, бежишь глазами по строчкам, по буквам, тебе становится понятна логика документа и как-то более внятно выглядит система аргументации. Ну, я скажу как бы несколько слов о самом русском мире, как я его понимаю. Дело в том, что это такая трагическая история у этой концепции. Она разрабатывалась на протяжении довольно долгого времени в нескольких кругах. Один из таких think tank, как бы центров разработки этой концепции был Всемирный русский народный собор под управлением тогда еще митрополита Кирилла. То есть в некотором смысле русский мир это вот его такой длинный интеллектуальный проект. И когда я хорошо помню дискуссии 90-х годов, мне кажется даже, что они уходят куда-то как в 93-94 год, первые разговоры и разработки. И идея, в общем, за вот этой концепцией русского мира на первом этапе была правильная. Это был, собственно говоря, вот такой культурный концепт, который как бы искал, собственно, вот какие-то формы и траектории осуществления единства русского народа, русского понимаемого в очень широком смысле слова, тех, кто принадлежит русской культуре, то русскую культуру считает своей, ну и в том числе вот традицию русской православной церкви считает своей. И это очень сложно, да, и соответственно, ну это выглядело как soft power, да, как такая мягкая сила. И мы понимаем, что есть множество вот таких культурных институтов больших, которые поддерживаются государством. Можно по ходу спрашивать, задавать вопросы? Кого вы относите вот к этим философам, к тенкерам? Кто стоял у истоков вот самой мысли? Знаете, сложный вопрос. Я вот сейчас, наверное, так по именам не вспомню. Они менялись. Каких-то ярких текстов вот тех времен, как-то вот авторски подписанных, я не помню. Я не обращал особого внимания на вот эту проблематику русского мира. И только уже, вот когда она оформилась, в начале нулевых, и вот, собственно, вот в какой момент, да, вот пока она жила как некая такая теоретическая концепция внутри Всемирного Русского Народного Собора, это был как бы один этап ее жизни. А вот следующий этап наступил, когда российскому государству понадобилась некая идеология, причем идеология, которую можно пощупать. Ну, собственно, поиски идеологии шли на протяжении всех 90-х годов и нулевых годов. Но нельзя сказать, что были вот какие-то такие яркие концепции, вот всего две концепции, которые вот оказались таким образом транслированы во внешний мир, которые как бы и использовались и внутри России, и за пределами России, они связаны с такой концептуальной деятельностью митрополита и впоследствии патриарха Кириллова. Первая концепция – это русский мир, вторая концепция – это традиционные ценности. И вот за русским миром мы прекрасно понимаем, что стоит концепт, ну или, может быть, сейчас правильнее говорить, как бы мифология Святой Руси. И русский мир – это с точки зрения вот этой группы разработчиков, это такая светская реинкарнация вот этого мифа. А второй миф – это миф традиционных ценностей, который тоже, как бы, по сути дела, является светской реинкарнацией евангельских ценностей. И, ну, так если говорить доброжелательно, то изначально обе идеи, безусловно, имели право на жизнь, и, безусловно, как бы нужны были какие-то попытки транслировать их в секулярный контекст, потому что российское общество, оно, конечно, никакое не религиозное, оно постсоветское, оно совершенно секулярное. И вот этот секулярный язык, он гораздо более понятен, чем, собственно, язык религиозный, чем язык Евангелия, Корана, да, или Торы. И вот в момент, как бы, вот этой трансформации, значит, или проекции, как бы, да, так сказать, из религиозного в светское произошла очень важная информация. Собственно, вот обе эти концепции, ну, мягко говоря, испортились, превратились в нечто, как бы, противоположное изначальному замыслу. И русская, так сказать, вот идея русского мира превратилась из вот этой soft power, из чисто культурного такого проекта, где важным, собственно, была, как бы, вот эта горизонтальная связь, да, мы и наше прошлое, как бы, мы и наш язык, мы и наша, там, литература, музыка, культура, родительное искусство, религиозные традиции в широком смысле слова. Потому что, ну, без, как бы, так сказать, без Евангелия, без христианства не понять, как бы, ни русскую литературу, да, ни русскую историю. Вот, вроде бы, все это, как бы, так сказать, все это хорошо и все это правильно. Но, когда это, значит, вот, с одной стороны получило светскую проекцию, а с другой стороны, в некотором смысле, патриарх Кирилл, как бы, сделал важную услугу Кремлю и передал, ну, вот, в буквальном смысле слова, передал эти концепции в Кремль, ну, произошла, как бы, значит, вот, подмена, как бы, изменение содержания. Даже не изменение, а именно подмена, да, значит, грубо говоря, там, хорошее превратилось в плохое. И русский мир стал такой, как бы, так сказать, имперской дубинкой. И, в принципе, вот, в этой декларации довольно хорошо, как бы, описана, как бы, ну, вот, декларация краткая, но концепция в ней описана хорошо, как бы, сейчас вот я попытаюсь, как бы, найти в эти строки. Вот, суть этого учения заключается в том, что существует некая наднациональная русская сфера влияния или цивилизация, называемая также Святая Русь, в которую входят Россия, Украина, Белоруссия, иногда также Молдова и Казахстан, а также этнические русские, русскоязычные люди по всему миру. И вот дальше, как бы, очень любопытная формулировка. Согласно этому учению, у русского мира есть единый политический центр, Москва, единый духовный центр, Киев, как мать городов русских, единый язык русский, единая церковь, это русская церковь московского патриархата, один для всех патриарх, это патриарх московский всей Руси, который, значит, вот этот патриарх действует в симфонии с одним для всех президентом, национальным лидером, то есть, как бы, Владимиром Путином. Вот, собственно говоря, это то, во что превратилась мягкая сила, да, вот в имперскую дубинку. И, естественно, при всем том, как бы, вот нынешнем, как бы, многообразии культур, как бы, исторических нарративов, русский мир, как бы, стал работать против Москвы, да, собственно, против России, потому что одно дело, когда ты взаимодействуешь, ну, я не знаю, с той же Украиной и Белоруссии на равных, и другое дело, когда ты приезжаешь туда как начальник, как главный. Я вот прекрасно помню, я был в Минске в 2018 году, когда был визит патриарха, и он произнес вечером, после вечернего богослужения в Свято-Духовом соборе в Минске проповедь. И эта проповедь была совершенно такая, Москва-центричная. Он почему-то говорил, решил говорить, ну, собственно, это его, как бы, традиция уже многих лет, говорить не столько о Евангелии, сколько об истории. И вот тот московский исторический нарратив, который он, так сказать, предложил своей пастве в Белоруссии, вызвал возмущение. И, ну, прямо прихожане говорили так, ну, подождите, как бы наше там полоцкое княжество, оно старше Москвы. Когда Москва еще только строилась, у нас уже были, как бы, и храмы, и монастыри, и София, там, Полоцкое, и, ну, просто с точки зрения истории церкви, нельзя, как бы, нам сейчас так вот говорить про главенство Москвы. Мы свою историю знаем. Ну, тогда это был один из первых скандалов. Я помню, что печатали тогда. И читал Белорусскую тоже сторону. Да, 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 да. Это вот про такое историческое и национальное нечувствие, которое годами воспитывал, значит, вот этот вот русский мир, который сейчас фактически стал оправданием войны. И, вот, переходя к, собственно, документу, его можно критиковать. Я считаю, его нужно критиковать. В нем есть слабые моменты. Но мне кажется, что важно. Важно, что, с одной стороны, вот мы сами в России, богословы, публицисты, историки, мы так и не написали свой ответ, какой-то такой церковный, богословский ответ на эту концепцию. Ну, и поскольку мы не написали, как бы мы промолчали, инициативу в свои руки взяла группа богословов, моих хороших знакомых. Это греки, англичане, канадцы, ирландцы, французы по происхождению, даже, скорее всего, так сказать, вот, все сложно, как в западном мире, да, я, скорее, не по гражданству, а по какой-то вот такой традиции говорю. Православные богословы из разных стран, которые, ужаснувшись, значит, вот той трагедии, которая сейчас разворачивается на Украине, в прямом смысле слова, ужаснувшись, они увидели, что патриарх Кирилл очень уж, как бы, так сказать, вот, оправдывает эту трагедию, в частности, через вот эту концепцию русского мира. И тогда они буквально в течение нескольких дней, там, около 10 человек, собрались и написали этот текст. У них есть и такой более длинный, более академический вариант, я, сказать, вот одна из авторских версий, я уговариваю автора сейчас этот текст хотя бы своим именем опубликовать, потому что там есть и ссылки на святых отцов, и более развернутые ссылки на священное писание, и, собственно, вот, цитаты и критика этих цитат. Мне кажется, что, так сказать, вот, разговор вокруг этого документа будет продолжен. Вы коснулись симфонии, зачитали, но не до конца. Это симфония между патриархом и президентом Путиным, да, вот, который управляет фактически этим русским миром, да. Но вот в моем представлении, я, честно говоря, так сильно историю церкви православной не изучал, может быть, как вы, вот. Но мне кажется, что это учение, ну, католической церкви, викариус дея, викариус крести, наместник Бога, как царь там, да, и как духовное лицо, как папа. Откуда это в православии? И тем более, вот, в наше время, вот, эта симфония с президентством. Нет, вы знаете, вот, то, что мы сейчас получили в России, вот, эту симфонию церкви и государства, нужно отнести, конечно, к византийской традиции, фактически к императору Константину, к IV веку, когда сначала, как бы, признав, так сказать, издав первый эдикт о веротерпимости, Константин выявил, как бы, так сказать, ну, скажем так, из сферы нелегального, да, подпольного, как бы мы сейчас сказали, статуса, как бы, значит, вот, в империи у христиан был статус, значит, вот такой гонимой религии, да, поскольку они не почитали императора. И это, соответственно, должно было продолжаться до тех пор, пока император не станет христианским и не признает, так сказать, веру церкви, как бы, своей верой, и, соответственно, верой своей империи. Вот это произошло при Константине Великом. И с тех пор вот эта модель, как бы, отношения церкви и государства, там, императора и патриархи, патриархов столицы империи, стала фактически, ну, как сказать, безальтернативной моделью для православного мира. И с одной стороны, значит, вот мы, ну, империя в мире может быть только одна, поэтому до падения Константинополя, до 15-го, до середины 15-го века, только, собственно, вот только Византия, так сказать, была империей, да, не может быть нескольких империй. Но после падения Константинополя, уже тогда, как бы, сформировавшееся Московское царство, приняло на себя, значит, вот эту новую имперскую роль, Москва, Третий Рим, Четвертого не бывать. Тоже интересно, хотел бы поговорить, но не знаю, получится у нас сегодня или нет, потому что мне кажется, что идеи, вот, русского мира, они оттуда именно, из этой, ну, из этой теории, Москвы, Третьего Рима. Да, безусловно, безусловно, это вот Москва, Третий Рим, как бы, как сказать, такая плавляющаяся с этим, как бы, так сказать, идея Святой Руси, это вот и дает, как бы, собственно, главное, что здесь? Главное, по сути дела, здесь то, что, во-первых, церковь, которая сотрудничает с государством, дает этому государству, дает этой империи, как бы, такое сакральное измерение, потому что церковь очень важна, в смысле, империи очень важна, как бы, так сказать, такая сакральная составляющая, некое, значит, вот такое очевидное благословение свыше. Кто дает эту очевидность? Ну, конечно, церковь, ну, точнее, даже церковь в лице патриарха, который одобряет, благословляет, укрепляет, подсказывает что-то императору, как бы, а император в ответ, вот, так сказать, вот на эту духовную помощь, молитвенное заступничество, значит, дает, как бы, вот за это дает различные блага, там, и какие-то политические преференции, и поддержку финансовую, да, и так далее, так далее, так далее. Вот эта модель, как бы, такой, как бы, вот, такого симбиоза, да, взаимовыгодного существования, по сути дела, единственный модус, как бы, исторического существования православной церкви. Поэтому в некотором смысле, вот тут, мы попали в некоторую, так сказать, щель такую историческую, когда мы пришли в церковь, вот, когда мы крестились, стали православными христианами на рубеже 80-х, 90-х годов, все-таки, как бы, так сказать, постсоветское, первое постсоветское десятилетие Россия развивалась, ну, или, по крайней мере, пыталась развиваться, как демократическое государство. То есть Россия заявила, в общем, что мы, так сказать, хватит нам империи, накушались, как бы, мы больше не хотим. И вот те процессы, которые происходили в церкви, они были, по сути дела, демократическими процессами. Но, когда пришел Путин, как бы, начался разворот в сторону империи, и церковь вслед за государством, ну, потому что, ну, не может быть церковь самостоятельно, как бы, в полной мере, не умеет, особенно в России быть, она стала вслед за государством разворачиваться, ну, и вот к 2022 году развернулось так, что мама не горюет. Ну, не кажется вам, что вот, ну, исторически все было обусловлено, вот, империя и все это учение. Но сегодня это какой-то квазиуродливой формы, ну, принимает вообще. Вы знаете, я скажу больше, даже сто лет назад это воспринималось уже как беда, как трагедия, как то, что нужно исправить. Потому что вот по реформенной России, это 1860-е годы, началась большая дискуссия, как бы, о реформе церкви. И эта дискуссия, там, с перерывами продолжалась до 1917 года, до поместного собора, знаменитого собора русской церкви. Я считаю, что это, наверное, величайшее событие в тысячелетней истории церкви в России, собор 1917-18 года, на котором, собственно говоря, вот была представлена новая, неимперская модель развития, как бы, существования церкви. Фантастическое совершенно событие, значит, вот, которое мизинтерпретит, да, значит, вот, ложно трактуется сегодня церковными историками, потому что фактически, вот, с одной стороны, как бы, признается, как бы, русская православная церковь признает, что собор 1917-18 года это великий собор, а с другой стороны, ну, фактически преданы все решения, ну, там далеко не все решения были приняты, потому что большевики разогнали фактически этот собор в 1918 году, он не завершил свою работу. Но, с другой стороны, даже те решения, которые приняты, они не воплощаются, они забыты, как бы, скажем, вот, сама история дискуссии вокруг восстановления патриаршества, она ведь крутилась вокруг одного единственного вопроса. Собственно говоря, вот, в синодальный период церковь управлялась соборно, неким сообществом, которая, значит, вот, епископов, да, группа епископов, которые избирались для, значит, избирались для вот этих заседаний в синоде, а потом восстановление патриаршества, и, собственно, вот, главный вопрос был, а не станет ли патриарх единоличным диктатором в церкви? Да, вот, как вот эта власть одного человека может быть ограничена, может быть сбалансирована какими структурами? И в итоге была принята очень интересная и не встречающаяся в истории православной церкви, вообще во всем мире, как бы во все времена, конструкция управления, когда, да, был патриарх, конечно, при нем действовал священный сенот, не декоративный, как сейчас, приехали, значит, молча проголосовали, как бы и уехали, никто не патриарху не перечит. А реальный орган, такой совещательный, как бы даже управленческий орган правящих епископов при патриархе, который избирался, не было там ни членов по должности, как сейчас, ни таких временных членов на полгода, а состав был синода избирался от архиерейского до архиерейского собора. То есть это был очень высокий статус какой-то, синода, который был задуман тогда, как бы в 18-м году. Но тогда было еще сильное возвращение вообще к истокам. Тогда же вообще предложили даже епископов избирать, могли бы из народа даже простого. Да, да, да. Это вот все там, это вообще потрясающе, как вот тогда православные христиане тех лет, и профессора университетов, и какие-то простые там старосты из сельских приходов, и юристы, как бы, и великолепные специалисты по каноническому праву. Как они вместе, как бы, вот в каком-то таком творческом соборном духе формировали, как бы строили новую для России церковь, которая стала возможна только после февральской революции, только после, фактически, падения самодержавия. И вот, помимо, значит, вот помимо Синода, где были только епископы, был еще высший церковный, высший церковный совет, куда входили и священники, и миряне. То есть, власть патриарха была в некотором смысле уравномешана не только властью других епископов, но и властью, в которой участвовали священники и миряне. Это совершенно фантастическая история. Вот ничего близкого к этому сегодня нет. Ну, сначала мы говорили, что это, понятно, в советское время, как бы все это невозможно было восстановить нормальную жизнь церкви. Но первые подмены произошли же, когда Сталин восстановил церковь. Уже тогда... Да, вот эта церковь, она, собственно, уже вот... Ну, это даже не церковь, это правильнее называть, так сказать, такая советская московская патриархия. Я вот сейчас занимаю очень радикальную позицию, хотя, как бы, вот мне казалось, что ничего страшного. как бы, эту московскую патриархию, вот придя в церковь, там, в 90-е годы, в нулевые, как бы, воспитав поколение семинаристов, богословов, церковных ученых, мы, как бы, эту церковь, собственно, поскольку мы ее составляем, мы ее сможем как-то, так сказать, вот изменить к лучшему, да, вот эту советскую церковь, которая, так сказать, уже тогда, будучи создана в 43-м году, боялась государственной власти, была инфильтрована, как бы, да, была послушна этой власти. Вот мы ее, как-то, сможем превратить, как бы, в такую большую, как бы, здоровую национальную церковь. Не смогли. Церковь больна, как бы, и вот эта болезнь, она, как бы, в частности, как бы, свидетельством этой болезни является неспособность дать евангельскую оценку тому, что происходит на Украине. Ну, мы опять подходим к этой публикации, возвращаемся. Церковь оказалась неспособна даже дать, как бы, нравственную оценку. Это нравственное банкротство, по сути дела. И вот, пытаясь описать эту ситуацию, я прихожу к тому, что, ну, как бы, нельзя церковь просто, вот, как бы, осудить всю, как бы, вся церковь не смогла. Конечно, нет. Мы знаем, что есть и другие голоса, и, вот, буквально вчера вышло заявление мужественное, такое, смелое, открытое епископа Иннокентия Литовского, Литовского, где он прямо говорит о своем несогласии с патриархом. Это очень важный церковный документ, на мой взгляд, потому что все, как бы, годы правления Кирилла, любое инакомыслие, любые попытки критики позиции патриарха жесточайшим образом пресекались, был посеян страх, собственно, мы вот сейчас и не видим, а может ли кто-то из священников и епископов критиковать патриарх. Митрополит Иннокентий это первое свидетельство того, что ситуация за гранью, за гранью уже. Но я думаю, будут и другие голоса, только наши голоса, голоса мирян звучали чуть более громко и, я надеюсь, чуть более честно и убедительно, хотя, как бы не нам судить. Но вот вот это изменение ситуации, да, изменение ситуации, оно, значит, возвращаясь к важному тезису, приводит к тому, что мы должны разделять официальную церковь, вот московскую патриархию, патриарха Кирилла, как бы, и все его окружение, и церковную бюрократию, которая, так сказать, вот бенефициар, как бы, этих церковно-государственных отношений сложившихся, ну вот, кстати, тоже, вот что такое бенефициар, вот они годами получали, ну, выгодополучатели, раньше, да, а сейчас что выясняют, что это деньги не просто грязные, это цена крови, как бы, это, в прямом смысле, цена крови наших братьев, наших единоверцев, вот как ты теперь, как бы, эту кровь, как бы, отмоешься от своих рук, страшный вопрос, страшный вопрос, совершенно, конечно, как бы, ну, выходом было бы взять, как бы, вот, снять свои дорогие, как бы, так сказать, белые визы, надеть там рваный, грязный подрядник, и поехать раздавать бесплатный суп украинским беженцам, или отдать, как бы, вот, все свои инвестиции, которые есть, на то, чтобы, там, снабдить госпиталь медикаментами и оборудованием. Вот это было бы потрясающее решение. Но я не вижу, чтобы даже украинские епископы вышли вот так вот потрудиться к своему страждущему народу. Это вот удивительно. Мне рассказывают, я каждый день на связи с Украиной, с разными городами, с отпещенниками, с мирянами, с добровольцами, они рассказывают, как католики помогают, как мормоны помогают беженцам. И практически нет, как бы, ну, за редким исключением, нет никаких свидетельств о том, что православная церковь в Украине тоже, как бы, вот так активно включилась вот в эту деятельность именно как церковь. Отдельные люди, да, отдельные священники, отдельные общины, да, но вот в систему, как бы, это не складывает. Мне как бы грустно и печально об этом говорить. Но вот разделение церкви, тем не менее, на, так сказать, вот такую официальную, которая наслаждается благами, и какую-то другую, да, вот церковь, собственно, церковь Христову, которая молится, плачет, как бы, служит, и, так сказать, ну, как бы, служит и Богу, и ближним. И в ужасе от того, что говорит и делает патриарх, это вот совершенно очевидно. Но вот вопрос, как бы, так сказать, что будет дальше, значит, я пророчествовать не буду, как бы, так сказать, не чувствую в себе силы, но мне страшно от того, что я вижу. Когда я думаю о том, как Господь сохранит эту церковь, мне кажется, что, собственно, вот к церкви это относится только община. Все то, что относится к официальной церкви, горяну огнем.